Уважаемые коллеги, добрый день. Мой доклад посвящен акромегалии и особый аспект на современных методах лечения. В подавляющем большинстве случаев причиной акромегалии является СТГ-секретирующая опухоль, соматотропинома и длительная хроническая гиперсекреция соматотропного гормона и вследствие этого инсулиноподобного ростового фактора 1 приводят к клинической симптоматике акромегалии. И, конечно, это не только внешние клинические проявления, это не только увеличение изменения внешности, увеличение конечности, но и увеличение внутренних органов, это и кардиомегалия, гепатомегалия, нефромегалия. По мере течения заболевания развивается и сахарный диабет, артериальная гипертензия, артриты. И все это, конечно, приводит к ранней инвалидизации наших пациентов и высокой смертности в молодом возрасте по сравнению с общей популяцией. Если заболевание манифестирует у пациентов, у детей или у молодых людей, у которых зоны роста еще не закрыты, то это проявляется гигантизмом, то есть таким симметричным пропорциональным развитием конечностей. Если мы не будем лечить такое заболевание, или заболевание будет манифестировать уже у взрослого пациента, у которого закрыта зона роста, то все это будет проявляться клинической симптоматикой акромегалии. На слайде такие яркие клинические проявления акромегалии. Такого пациента мы, конечно, поставим диагноз, увидев его издалека уже, но тем не менее к тому времени, когда у пациентов появляется уже эта клиническая симптоматика, проходит годы, 10-20 лет, когда он уже появляется с такими симптомами. В настоящее время мы стали все чаще встречать пациентов, у которых либо есть минимальные клинические проявления акромегалии, или их нет совсем. Вот молодая девушка, у которой дослучайно выявлена опухоль гипофиза, в дальнейшем ей уже проведено гормональное исследование и выявлена акромегалия. Поэтому, исходя из российских клинических рекомендаций, согласно им, если мы у пациента выявили при МРТ инциденталому, независимо от размеров, это микроаденома, макроаденома, всем этим пациентам необходимо провести три анализа. Это исследование пролактина, это исследование инсулиноподобного ростового фактора 1 для исключения акромегалии, и ночной подавляющий тест с 1 мг дексаметазона или кортизол в суточной моче для исключения гиперкортицизма. Кроме того, мы в настоящее время встречаемся с такими ситуациями, что те пациенты, которым мы когда-то оставили диагноз пролактином, у них не было никаких клинических проявлений, назначали им агонисты дофамина с хорошим эффектом. У некоторых пациентов уже при контроле мы иногда выявляем повышенный уровень РФ, то есть у этих пациентов изначально была смешанная СТГ пролактин, секретирующая опухоль, но ранее это не входило в наши правила, и мы не видели клинической симптоматики и не исследовали пациента на РФ, и описаны сейчас пациенты, у которых действительно была хорошо контролируемая пролактинома, но тем не менее у них имеется уже позднее развитие акромегалии. Итак, диагностика акромегалии основывается на определении уровня инсулиноподобного ростового фактора и определение гормона роста в ходе теста с глюкозой. У тех пациентов, у которых есть сахарный диабет, это проопротивопоказано, но у них возможно исследовать ритм СТГ, базальный ритм СТГ, каждые 5 точек в течение 2 часов с интервалом в 30 минут. После биохимического подтверждения мы обязаны провести МРТ-исследование для определения локализации размера опухоли, у пациентов, у которых есть компрессия зрительных нервов, необходимо исследование полей остроты зрения и исследование функционального состояния гипофизы периферических эндокринных желез для исключения гипопитарных нарушений. Последние клинические рекомендации по диагностике и лечению акромегалии были опубликованы в 2014 году. И согласно этим рекомендациям, исследование инсулиноподобного ростового фактора 1 показано всем пациентам, у которых есть типичное клиническое начало акромегалии, но и тем пациентам, у которых нет типичной манифестации акромегалии, но у которых есть наличие нескольких следующих симптомов. Это синдром ночного апноэ, сахарный диабет 2 типа, карпальный синдром гипергидроз, артериальная гипертензия и артрит. Естественно, у всех пациентов, у которых мы впервые выявили опухоль гипофиза, у которых первично было проведено МРТ. Не рекомендуется исследование СТГ рутинно всем пациентам, и если мы только обнаружили повышенный уровень ИРФ, тогда имеет смысл проведение исследования СТГ в ходе орально-глюкозотолерантного теста. Все мы знаем эти критерии. Если уровень СТГ в ходе орально-глюкозотолерантного теста больше 1 нанограмм на миллилитр и есть повышение уровня ИРФ в зависимости от возраста и пола, то мы диагностируем акромегалию, и, конечно, мы должны лечить такого пациента. Для контроля акромегалии необходима комплексная терапия, которая включает как подавление гиперсекреции гормона роста, инсулиноподобного роста того фактора, мы должны контролировать опухолевый рост и, конечно, контролировать системные осложнения, если возможно устранять обратимые симптомы. Необходима регулярная клиническая оценка и лечение сопутствующих заболеваний сердечно-сосудистых, сахарного диабета, абструктивного ночного апноэ, суставных симптомов и полипов толстого кишечника. И для лечения акромегалии в настоящее время используются хирургические, фармакологические и лучевые методы лечения. И вот на пьедестале до 3 этих методов лечения, которые используются, и, конечно, первое место среди них занимает хирургическое лечение. Всем пациентам, у которых выявляется акромегалия, если нет противопоказаний к хирургии, должно быть проведено трансфеноидальное эндоскопическое удаление опухоли. В случае, если после операции у этих пациентов сохраняется активность акромегалии или если есть противопоказания к операции, мы применяем уже медикаментозное лечение. И лучевые методы лечения стоят на самом последнем месте уже у тех пациентов, у которых не радикально проведена операция, у тех пациентов, у которых есть резистентность к медикаментозному лечению, только тогда мы уже направляем пациента к радиологам. И вот согласно этому консенсусу 2014 года, большинству пациентов предполагается трансфиндальное хирургическое вмешательство, и еще раз повторюсь, только если нет ремиссии, это медикаментозное лечение и в последнем уже случае лучевое. Эндоскопическая эндоназальная трансфиндальная эндоктомия имеет, конечно, высокие преимущества при эндоселлярных и эндосупреселлярных опухолях. Преимущество хирургии – это однократная стоимость и смертная синвалидизация, стремящаяся к нулю. Но и недостатком является низкий результат при экстраселлярных аденомах в больших гигантских размерах, особенно при синвазии в кавернозный синус. В настоящее время существуют уже различные подходы эндоскопические, не только через гно турецкого седла, но и через другие структуры для того, чтобы расширить поле хирургическое и были доступны для хирургии и экстраселлярно расположенные опухоли. Пациенты достаточно хорошо переносят такую хирургию, вид уже пациентов первые сутки после операции, и на третьи-четвертые сутки после операции такой пациент уже выписывается домой. Успех хирургического лечения зависит в основном от трех составляющих. Первый – это, конечно, опыт хирурга. И в современной нейрохирургической мере опытным нейрохирургам считается хирург, который провел более 50 операций, именно таких эндоскопических, и тогда мы говорим о лучших результатах. Наши нейрохирурги и в институте нейрохирургии, и в диагрологическом научном центре проводят более 100 операций каждые в год. Ну и, конечно, это наличие современных эндоскопических установок. Другим определяющим фактором радикальности является размер опухоли и характер роста этой опухоли. Вот мы видим, если опухоли небольшие и микроаденомы, то вероятность ремиссии радикального удаления крайне высока. Чем больше опухоль, тем меньше вероятность ремиссии, и при гигантских опухолях практически невыполнимо радикальное удаление. И также есть зависимость от инвазии в кавернозный синус. Статистически достоверно, конечно, если это инвазия, то снижается возможность радикального удаления. Ну вот примеры таких опухолей. Вот такую, конечно, опухоль достаточно легко удалить, и радикальность крайне высокая. Если опухоль уже растет, но это тоже все зависит от локализации. Вот макроаденома, она достаточно аккуратненькая, эндосупреселлярная опухоль, которая сдавливает зрительные нервы. В подавляющем большинстве такую опухоль тоже можно радикально удалить. Все остальные представленные аденомы уже менее вероятны для хирургического лечения. Особенно это последняя опухоль, которая уже врастает в кавернозный синус. Конечно, такая опухоль радикально неудаляемая. Но, тем не менее, даже у тех пациентов, в которых мы знаем изначально, что мы не можем удалить им опухоль, вернее, мы не можем удалить радикальную опухоль, и все равно останутся остатки этой опухоли, тем не менее, все равно эти пациенты должны оперироваться, так как хирургическое уменьшение объема опухоли улучшает ответ для последующей медикаментозной терапии. Эти пациенты, которые до операции были резистентны, например, к аналогам самоцитатина, чувствительность после уменьшения этого остатка опухоли улучшается к медикаментозной терапии. Осложнения хирургической аденомоктомии, они все-таки есть, это и гипотеторизм, и несахарный диабет в большинстве случаев, он транзиторный, но в некоторых случаях он может оставаться, к сожалению, постоянный. Это нарушение снижения уровня натрия, обычно оно возникает на седьмые сутки после хирургии, но обычно проходит в течение трех дней. Такие осложнения, как снижение зрения или повреждение внутренней сонной артерии, это, конечно, крайне редкие ситуации. И, конечно, для успешного лечения акромегалии должна быть не только успех хирурга, но это должна быть мультидисциплинарная команда, которая знает таких пациентов и коллегиально выбирает тактику лечения. Кому и когда предпочтительнее выбрать предоперационное медикаментозное лечение? Мы знаем, что медикаментозная терапия позволяет уменьшить размер опухолей, и было бы логично, что назначив медикаментозную терапию до операции, мы улучшим радикальность хирургического лечения. Но, тем не менее, в настоящее время, по данным разных исследований, не получено различной радикальности. То есть у тех пациентов, которые получали аналоги самоцетатина в качестве предоперационной подготовки в сравнении с пациентами без лечения. И уже таких исследований много, уже есть пятилетние исследования, которые также не показывают никаких преимуществ у пациентов, которые получали аналоги самоцетатина. Поэтому, опять же, согласно последнему консенсусу, не рекомендовано сейчас рутинное применение аналогов самоцетатина в предоперационном периоде, рутинно. И данная терапия показана только у пациентов с тяжелой соматикой, с тяжелыми сердечно-сосудистыми осложнениями, с тяжелой степенью опноэ для того, чтобы минимизировать хирургические риски. И проведение, конечно, медикаментозной терапии обязательно при нерадикальном удалении опухоли. Послеоперационный мониторинг имеет смысл исследовать пациентов из проведения исследований СТГ в ходе орально-глюкоз толерантного теста и инсулиноподобный ростой фактор через 3 месяца после операции. Мы можем и ранее провести исследование СТГ в ходе орально-глюкоз толерантного теста, но все-таки мы на нашей практике не делаем это раньше. И также контрольное МРТ-исследование имеет смысл делать не раньше, чем через 3-6 месяцев, потому что после операционного изменения гемостатические материалы могут спровоцировать доошибочные представления об остатках опухоли. Итак, лекарственная терапия в настоящее время состоит из трех классов препаратов. Это леганды рецепторов самоцетатина, это агонисты дофаминовых рецепторов второго типа, которые действуют на ткани опухоли, и антагонисты рецепторов гормона роста, которые действуют периферически, снижая уровень инсулиноподобного ростового фактора 1. Мы знаем, что известно 5 по типу самоцетатиновых рецепторов, и в большинстве СТГ-продуцирующих аденом экспрессируются 2-й, 3-й, 5-й типы. И в настоящее время среди тех препаратов, которыми мы пользуемся, леганды рецепторов самоцетатина второго по типу, это ланреатит, акреатит. И вот сейчас появился препарат мутилегантный рецептор, мутилегантный препарат, пассериатит, но он является препаратом второй линии в связи с высокой частотой случаев гипергликемии. Кабергалин. В ходе метанализов было показано, что у 30% больных с акромегалией может быть эффективен кабергалин. И применять его нужно у тех пациентов, у которых есть только умеренное повышение уровня РФ, не более чем 2 от верхней границы нормы и умеренные симптомы акромегалии. И терапия кабергалина может быть оценена в рамках краткосрочного обследования 3-6 месяцев с повышением доз от 1,5 до 3,5 мг в неделю при хорошей переносимости. И особо, конечно, эффективен кабергалин в случае смешанной СТГ-пролактинсекретирующей опухоли. Вот один из наших пациентов, который поступил в тяжелом состоянии, с гидроцефалией, и был выраженный цифологический синдром тошнота-орвоты, было проведено вентрикулярное дренирование. Ну и в этот же день выявлено в гормональном анализе наличие смешанной СТГ-пролактинсекретирующей опухоли и начата терапия кабергалина в этот же день. И через несколько дней явное улучшение состояния пациента, хирурги отказались от операции, и через 4 месяца терапия нормализовался и уровень пролактин, уменьшился размер опухоли и отмеченная ремиссия акромегалии. В некоторых случаях при смешанных опухолях мы назначим комбинированную терапию. То есть вначале наличие кабергалина приводит к уменьшению размеров опухоли, нормализации уровня пролактина, но не всегда отмечается нормализация ИРФ, мы не достигаем ремиссии акромегалии. Такому пациенту нужна сопутствующая терапия аналогами соматостатина. Антагонисты рецепторов гормона роста – пигвисамант. Препарат, к сожалению, в России сейчас пока недоступен, но мы надеемся, что все-таки он появится у нас. Препарат с высокой эффективностью, возможностью применения 1-2 раз в неделю, особенно он показан при наличии сахарного диабета. Но так как препарат не действует на самоопухоль, а действует только периферически, необходим регулярный контроль, регулярное приведение МРТ, потому что в некоторых случаях может продолжаться рост аденомы. И на фоне этого препарата необходимо мониторировать маркеры функции печени, учитывая, что он может повышать печёночные трансаминазы. В 2014 году также вышел консенсус по медикаментозному лечению акромегалии, и согласно этому консенсусу, всё-таки основными препаратами, первыми препаратами до первой линии являются аналоги соматостатина, и, как я уже сказала, кобергалин только при очень невысоком повышении уровня ИРФ. В нашем распоряжении сейчас есть препарат, он только поменял бренд, но, в принципе, мы все знаем этот препарат, препарат Актреатит, компания Натива, который выпускается и в виде короткой формы, и пролонгированной формы, выпускается в виде дозировки 10, 20 и 30 мг, что очень удобно для тетрования, для приёма пациентов. И, конечно, всё-таки аналоги соматостатина в настоящее время держат пальму первенства в лечении акромегалии, они субъективно улучшают и состояние больного, уменьшают головную боль, слабость, потливость, боли в суставах, снижают уровень инсулиноподобного ростового фактора и приводят к уменьшению размеров опухоли. И, опять же, согласно консенсусу, в настоящее время нет необходимости в проведении рутинного проведения ультразвукового исследования желчного пузыря только при наличии клинических симптомов. Если мы раньше всех пациентов отправляли, то сейчас вот такая рекомендация, что только если появляются клинические симптомы. И перспективы медикаментозной терапии в настоящее время сейчас появляются, прошёл третью фазу клинического исследования актриолин, израильский препарат, который применяется парорально. Это другие леганды самоцетатиновых рецепторов с высоким аффинитетом и к другим рецепторам, и, соответственно, другие формы актриотида. Радиотерапия и радиохирургия в лечении акромегалийки, я уже сказала, это самый последний третий метод лечения. В Институте нейрохирургии имеются вот такие вот установки, это и гамма-нож, и примус, и навалис, и кибер-нож, который применяется, все эти установки применяются в лечении пациентов с акромегалией. Здесь я буквально два слова скажу, что всё-таки эффективность в настоящее время и у радиотерапии, и радиохирургии, она, в общем-то, примерно одинакова. Преимущественная радиохирургия в настоящее время заключается в том, что считается, что достижение ремиссии меньше короткий срок занимает после лучевого лечения, и меньше риска гипотеризма и риска других серьёзных осложнений. Но достаточно рано об этом поговорить, потому что радиотерапист – это метод исследования, который уже применяется много-много-много лет, а всё-таки радиохирургия – это более новый метод исследования. И когда будут накапливаться следующие, пройдёт достаточно большое уже время после того, как эти методики применяются, тогда мы можем говорить действительно, что более эффективно и что более безопасно. И вот мы видим, что чем дольше проходит времени после радиохирургического лечения на гамма-ножи, тем больше процент пациентов, у которых есть ремиссия. И вот пример радиохирургического лечения у пациента с акромегалией в нашем институте, у которого было проведено нерадикальное удаление. Мы видим вот остаток опухоли в кавернозном синусе, и пациенту был проведен гамма-нож на этот остаток опухоли. И учитывая отсрочные эффекты, мы видим, что минимум это 2,5 года должно пройти после радиохирургического лечения, всё это время пациент получал аналоги с амацетазиной, через 2,5 года удалось отказаться от этих препаратов, и отмечена ремиссия акромегалии. Вот этого пациента мы уже наблюдаем больше 10 лет, но в настоящее время гипопедитарных нарушений не выявлено. И все наши пациенты выглядят по-разному, пациенты разного возраста, разного пола, разного социального статуса, но тем не менее каждый из этих пациентов нуждается в лечении. Спасибо большое за внимание и с наступающим Новым годом!